Магнитные холодильники, возможно, вытеснят традиционные в ближайшие годы. И произойдет такая революция в области бытовой техники не без помощи наших ученых. Дагестанские физики выиграли 18-миллионный грант. Далее обо всем расскажет Патимат Ханапова. Дешево, удобно и безопасно. Теперь на пути у простых холодильников, возможно, появится серьезнейший конкурент. Дагестанские ученые уже на пороге открытия. Для этого ими проделано немало, но предстоит еще больше. У этого холодильника большие преимущества, потому что он экологически чистый, безопасный. Он, может быть, экономически очень, ну, намного меньше потребляет электроэнергию. В общем, у него куча преимуществ. И поэтому во всем мире этим эффектом, эффектом занимается давным-давно уже. Ну, наша лаборатория начала заниматься поиском этих материалов. В общем-то, мы занимаемся не самим конструированием, не созданием самих холодильников, а поиском материалов для этого холодильника. Найти подходящий материал и проверить его на пригодность. Этим здесь группа исследователей занимается еще с 80-х годов. Кропотливый труд, годы работы. И вот они, наконец-то, близки к чему стремились. Для работы нужно найти материал с большим эффектом калорическим. То есть это называется магнитным полем, его температура должна быть очень сильно изменяться. Сегодня есть такие материалы с гигантским эффектом, но, к сожалению, оказалось, что когда мы их загоняем в холодильник, а там он вращается внутри магнита, в этих условиях эффект пропадает. То есть вот наша задача проекта – научиться контролировать этот эффект. То есть есть материал с гигантским эффектом, как его сдерживать. Через проверку проходят десятки образцов. Столько же и отсеиваются. У каждого свой недостаток. Так было и с металлом годолини. Единственным его минусом стала недоступность. Холодильники на основе этого элемента для обученных людей будут дороговаты. Поэтому ученые решили продолжить поиски. Институт физики в этих лабораторных кабинетах около 10 научных сотрудников проводят исследования в области магнитного охлаждения. Научные открытия, признаются эксперты, в 21 веке – это дело ни одного человека и даже ни одного коллектива. Без сотрудничества с российскими и даже с мировыми центрами тут никак. Образцы материалов в Дагестан поставляются из рубежа – из Германии, Кореи, Испании и даже из Индии. А здесь они уже подвергаются монтажу. Занимается этим единственная девушка в команде – Нури Жат. Мы получаем образцы каких-то неопределенных размеров. Начинаем мы с того, что приводим к одинаковым размерам. Там должна быть толщина, учитывается высота длина, размеры должна быть. И паяльником нужно уметь работать с паяльником, потому что здесь мы должны запаять вот эти контакты. Идея применения магнитных полей в качестве охладительного вещества давно известна, однако воплотить ее еще не сумел никто. Вся система работы в таком необычном холодильнике базируется на эффекте, который получил свое название – магнитокалорическое действие. Используется оно для достижения низких температур. Здесь проводится измерение электрических свойств исследовательного материала, подается определенное напряжение или ток, и наблюдается, какие свойства проявляются в данном исследовании материальной. В мире таких исследований практически не проводят. И на Северном Кавказе дагестанские ученые стали первыми, кто выиграл грант Российского научного фонда на 18 миллионов рублей. На сегодняшний день в лаборатории ведутся исследования в рамках трех грантов, но останавливаться на этом они не собираются.